С 1 февраля по всей стране изменится порядок электронной записи к врачу. Многим пациентам нашей республики, привыкшим к электронной регистраторе, теперь придется пройти авторизацию на портале госуслуг. Насколько это сложно и какие преимущества получат больные, сегодня выясняла Татьяна Иванова. Каждый четвертый пациент в республике предпочитает записываться к врачу через электронную регистратору. Эта услуга, как пилотный проект, появилась в поликлиниках Чувашии еще в 2010 году. Записаться было просто. Никаких документов, кроме страхового полиса, не требовалось. Но с февраля пациентов обяжут пройти авторизацию на портале госуслуг. Федеральное законодательство как раз позволяет упорядочить, прежде всего обеспечить санкционированный доступ ко всем федеральным и региональным информационным системам. То есть это прежде всего к федеральным и региональным государственным услугам. Кроме полиса нужны паспорт и СНИЛС. Не стоит бояться, все личные данные пациента останутся закрытыми. Гарантируется прежде всего сохранность персональных данных. Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в любом многофункциональном центре. В центрах социального обслуживания и отделениях пенсионного фонда. А тем, кто хорошо владеет компьютером и дома. Я давно пенсионерка, но я активный пользователь интернета. Зарегистрирована на сайте госуслуг. И поэтому мне очень нравится запись в онлайн-режиме. Скажу почему. Во-первых, я имею собственный график перед собой, собственный график работы и, соответственно, занятости. И, соответственно, я регулирую, когда мне удобнее попасть к необходимому врачу. Это первое. Второе. Я не стою в очереди с, возможно, заразными на тот период больными людьми. Пожилых родственников могут зарегистрировать их родные, а детей – родители, указав номер СНИЛС ребенка. Мне дети записали, и я в очереди не стою никогда. Записали, я хожу сюда, когда меня назначили в свое время. С новой формой записи к врачу у пациента появляется возможность открыть в интернете личный кабинет со всеми данными. Когда он в последний раз был у доктора, какие операции перенес и на какое время врач запланировал очередной визит. Раньше пациенты записывались и забывали. Многие пациенты не приходили на прием, потому что мы их не могли, даже если они забыли, оповестить. А сейчас пациенты, во-первых, более дисциплинированы, они относятся ответственно к тому, что они записались на прием к врачу. И мы можем накануне приема оповестить их, напомнить их о визите к доктору, потому что они указывают свой номер телефона. Вместе с тем останется и традиционная форма записи к врачу по телефону. Сейчас во всех поликлиниках установлена многоканальная связь. И обычное обращение в регистратуру тоже никто не отменяет. Более того, если пациенту требуется неотложная помощь, он ее получит без предварительной записи. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.